Друзья, всем большой привет! Как вы уже поняли по названию, в этом видео мы поговорим о том, как отучить собаку кусать ваши руки. Я более чем уверена, что около 99% хозяев сталкивались с этой проблемой. Я непосредственно поделюсь своим личным опытом, но, как мне кажется, этот опыт не только лично мой, он, скорее всего, подойдет именно вам. Когда я готовилась к этому видео, я вывела для себя три самых главных пункта, три слова, которых стоит придерживаться, если вы хотите достичь своей цели, то есть изучить собаку кусать ваши руки. И первое, и самое главное, это время, второе выдержка и третье терпение. Самое главное, это на самом деле время, потому что какая бы ни была у вас порода собак, декоративная, охотничья, служебная, бойцовская, да, если уж такая у вас собака, По большей части до одного года это все же щенок. Это собаки, которые познают мир посредством своего нюха, чутья и зубов. Почему щенки, например, так активно играют, да и вообще собаки? Потому что посредством своих зубов, покусывания, таким образом они познают мир. И если ваш маленький щенок, даже не маленький щенок, даже если ему уже 6-8 месяцев, он все еще продолжает кусать вам руки, скорее всего, он все еще продолжает познавать этот мир, либо у него режутся зубы. Когда у меня, кстати, говорят, даже на улице спрашивали владельцы овчарок, как отучить овчарку кусаться, потому что ему уже полгода, он все еще кусается. Я им говорю, терпите. Чаще всего после года собака, вот знаете, как по мановению пальца, по щелчку прекращает кусаться. Но, опять-таки, просто так по мановению волшебной палочки этого не случится. Потому что если вы будете позволять собаке кусать руки, особенно если у вас дома есть маленькие дети, и особенно если собака пока еще маленькая, и ее укусы как таковые особо не ощущаются, то представьте себе, если какой-нибудь кабанчик килограмм по 30-40 вырастет и будет продолжать вас кусать, представляя, что все это веселая игра. Понятное дело, что все это окончится просто зашиванием каких-то кровавых ран. Ну, грубо говоря, конечно. Все-таки собака есть собака. В большинстве своем собаки кусаются именно во время игры. Они совершенно не подзревают, что делают вам больно, потому что у собак это нормально. Если вы посмотрите на собачью стаю молодых собак, взрослых собак, любых собак, для них это нормально. Они так играют, они так общаются, и в этом нет ничего страшного. И, соответственно, если собака живет в семье, то она воспринимает семью как свою стаю. И самое первое, как я уже сказала, это время. То есть вам стоит, конечно, немножко потерпеть. Второй пункт — это терпение. Почему терпение? Потому что вам нужно найти в себе силы вытерпеть это время. И, соответственно, из этого пункта вытекает третье. Это ваша выдержка. Не стоит играть с собакой руками. Это было бы как-то очень странно, если бы вы постоянно жаловались на укусе собаки, но при этом продолжали с ней играть руками. Золотое правило — просто, я не знаю, повесьте на холодильнике, чтобы все ваши домашние это видели. Играйте с собакой игрушкой. Играйте с собакой чем угодно, но не рукой. Если вы чувствуете, что собака хочет укусить руку, прекращайте игру. Если собака укусила вашу руку, нужно громко вскрикнуть, чтобы собака понимала, что вам все-таки больно, и вы сделали, и она сделала что-то такое очень страшное. И сразу же прекращайте. Не ругайте собаку. Просто прекращайте какие-либо игровые манипуляции с ней. Если вы хотите все-таки поиграть, играйте только игрушкой. На моем опыте, моя первая собака, блин, она была очень склонна, так скажем, покусаться, а я была маленькая, никакой информации у меня не было, и я постоянно играла с ней руками. Вы представляете? Пока она была маленькая, я особо укусов не ощущала. Но когда она выросла, и после года уже было поздно что-либо делать, она просто привыкла. Для нее это было нормально — взять и укусить меня. Иногда кусала до крови, то есть это было очень довольно-таки неприятно. То есть ни в коем случае не упустите этот момент. Со своей Линдой я играла только игрушками. Тем не менее, она очень хотела покусаться. Следующий момент — это просто потому, что собаки режут зубы. Черт возьми, да. Они все грызут. Это неудивительно, что примерно до года собаки крушают квартиру, грызут обувь. У нас тоже все это было. Я думаю, что практически каждый хозяин проходил через это. Это, наверное, самый сложный период, но он проходит, друзья. Проходит он очень внезапно. Я не знаю, когда наступил тот период, когда Линда просто перестала грызть. Она просто перестала испытывать интерес что-либо крушить. Она у нас грызла книги, грызла обувь, грызла все, что плохо лежит. Но, скорее всего, это было просто потому, что действительно резались зубы. Даже не из-за недостатка внимания, я так думаю. Потому что в данный момент Линда дома просто спит. Она дома отдыхает. Всю свою деятельность, всю свою энергию она выплескивает на улице. И она никогда не возьмет то, что плохо лежит. Она играет только со своими игрушками. Да, друзья, поэтому терпение, выдержка и время. Вот эти вот три, так скажем, столпа вашего успеха обязательно принесут вам хороший результат. Очень важно эту информацию передать всем своим членам семьи. Потому что если один человек будет играть с собакой игрушками, да, а второй позволяет кусать руки, ну, блин, понятное дело, что ничего хорошего из этого не выйдет. На самом деле проблема это даже не проблема вовсе. Это такая норма, с которой сталкивается каждый, мне кажется, человек, каждый владелец собаки. Достаточно просто взять себя в руки, не поддаваться соблазну, поиграть с миленьким щенком. Ну, кусает, ну и пускай, какая разница. Все равно это проходит. Вы знаете, другое дело, если собака уже взрослая, и она кусает руки, это, конечно, уже довольно серьезная проблема. К сожалению, ничего не могу сказать по этой теме. Лучше почитайте какую-нибудь информацию в интернете. Но еще лучше обратитесь к специалисту, к кинологу, который вам все объяснит намного лучше, чем я. Так что, друзья, все было очень просто. На самом деле все это длинное видео можно было уместить в двух словах. Это подождите немножко, играйте с собакой игрушкой, не поддавайтесь на соблазну поиграть с собакой рукой, и убирайте подальше все ценные вещи, какую-то дорогую обувь, книги и так далее. Потому что все это может пасть смертью павших, потому что у собаки режутся зубы, потому что ей не хватает внимания, движения и так далее. Поэтому же я... Я думаю, вы все переживете. Через это проходят все. И у вас будет самая лучшая, послушная и любящая собака. До встречи в следующих видео. Обязательно оставляйте запросы на какие-нибудь еще темы. С удовольствием на них поговорю. И пока-пока!